здравствуйте друзья у микрофона михаил шахназаров 43 выпуск на канале шах и мат подписывайтесь оставляйте комментарии рекомендуйте друзьям знакомым вот еще знает что посоветовали ставьте на колокольчик оповещения потому что вчера youtube у них наверняка был какой-то сбой не оповестил подписчиков канала о том что появилось новое видео но бывают сбои пинк флойд видео в описании клип то потому как ну пин слой представлять просто даже как ты и мне самому стыдно будет от пинк флойда к белоруссии ну что 54 процента населения проголосовала уже на избирательных участках александр григорьевич лукашенко проводил такую небольшую предвыборную кампанию по селам ну посмотрите как это вот выглядело смотришь вот на него прямо отец родной только в минске там у них вот это вот значит замахары да замахары как следом и а все лох все нормально все хорошо ну я не стал конечно верить александр григорьевич лукашенко ну вот так он сказал эту фразу пивко посасывает не могу не удержался дамы закройте уши или просто вот выйдите из комнаты анекдот но не могу это анекдот не рассказать про пивко посасывать наверняка многие мужики уже догадались заходит мужчина в парикмахерскую плюхается в кресло значит бродобрей уже знает что делать ходит и но тебя и шея мужик но у тебя и шея то тут сидит мочит но у тебя и шея пивко посасу да ты хоть хер соси но шею томыть надо ты понимаешь вот такой анекдот похабная понимаю с бородой но с приходом интернета безбородые анекдоты попросту исчезли ну что еще нам принесли информационные ленты из беларуси александр лукашенко заявил что получил письмо от президента россии владимира путина касающиеся задержание 33 бойцов я думаю что это письмо вот звучало примерно так здравствуй дорогой здесь непечатная друг саша пишу тебе здесь не печатная по поводу наших ребят здесь тоже не печатная если ты не отпустишь их кратчайшие сроки здесь не печатная то мы тебя так здесь не печатная и высушим что ты уже здесь не печатная в жизни не отмокнешь вот такое наверное письмо если серьезно то вот появились же появилась же информация о вмешательстве третьей страны выборы президента белоруссии то есть конкретного задержания вот этих наших парней вполне возможно что это так если эту операцию разрабатывали то американцы цру а выполняла непосредственно сбу такой вариант вполне возможно но даже если бы этого варианта не было а просто появилась эта версия она дает возможность лукашенко красиво выйти из этой ситуации ну так полукрасивый эти сказать вот видите вот сволочи и нас развели и нашего старшего брата хотя это не извинит лукашенко по одной простой причине он же называет владимира путина своим старшим братом называет а старший брат это семья так какого же хера нужно было бежать микрофоном сразу и кричать что 33 бойца которые арестованы в минске пытались совершить переворот а еще 170 где-то бегают по белорусским лесам имели мы вместо посевной значит должны или уборочной мы должны за ними бегать но вы же ездите по колхозам по совхозам все там нормально что сейчас происходит минске там перебои со связью достаточно серьезные это вполне объяснимо сети глушится специально чтобы оппозиционерам было тяжелее координировать свои действия чем это все завершится не знаю трудно предполагает даже вчера уже появились методички такой даже не методички это расширенный план один из сайтов разместил сайт этот модерируется из польши где вот так по пунктам было расписано значит свершение власти действующего президента александра лукашенко калька с украинского майдана один в один просто не белорусы не идите по украинскому пути я вас умоляю это путь реально в никуда это путь в польшу на клубнику я вам серьезно говорю ну что знаю украина-то страна посерьезнее она посерьезнее он зеленский честно зеленский призвал украинцев не вмешиваться выбора сша представляете какая моща то есть украина может вполне вот так раз и взять и вмешаться в выборы в сша видимо господину зеленскому уже не с чем обращаться к населению украины вот что он говорит украина не позволяла и не позволит себе будущем вмешаться выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным искренним партнерским отношениям с сша по поводу вмешательства невмешательства ваши политики косячили так что невольно вмешивалась украина выборы президента соединенных штатов америка достаточно вспомнить телефонные разговоры господина порошенко идем дальше считаю что гражданам украины следует все как зеленский это как уж таким серьезным видом это все говорит вот тут ты смотришь на него как он серьезно видом и тут же видишь как он хером по пианино значит клавиши охаживает считаю что гражданам украины следует мягко говоря воздерживаться от любой деятельности связанной с президентскими выборами в сша а как как с какой деятельностью могут столкнуться вот эти несчастные граждане особенно допустим которые в польше на клубнике работают или в германии где-то в полях или гайки крутят где-то еще до далее и не позволять себе пробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес-проблемы ну такие люди как ваше окружение пан зеленский типа коломойского они то могут вмешаться и как-то про проблема своей порешать остальных украинцев это точно не касается вам надо было собрать этот сходняк и сказать ну чё вы ребята тут только блин не вмешивайтесь и все также он добавил что репутация украины стоит гораздо больше пан зеленский репутация украины после майдана не стоит абсолютно ничего правда по честное слово можно жить какими-то старыми воспоминаниями но нынешний украин украина с ее репутацией это просто мрак я вам скажу приз и также о зеленский призвал не разменивать страну на ситуативные выгоды вам кто текст писал опять квартал 95 наверняка ух слов умных-то ситуативные выгоды до внешний контур на там на умняк сесть чтобы всех задавить также сказано что зеленский обращать внимание на периодически появляющиеся сенсационные данные об участии украины в избирательных событиях других странах ну если румыния или молдавия то как бы тогда или болгария бы еще и поверил может быть ну президент заверил что для него тоже неприемлемо вмешательство а понимаете господин зеленский для вас то неприемлемо но вот пока существует украина у нее президент эта страна обязательно куда-то вмешивается почему потому что она стала разменной карты она стала таким спекулятивным инструментом вы что любите поумничать дайте я поумничаю да ну вот что сказал зеленский я могу сказать как вы пытаетесь смешиваться выборы других стран вот и тут допустим выбор в какой-то стране в сене на штатах америки вы тут же раз начинаете попрошайничать ну клянчить деньги а вот это уже вмешательство вы мешаете людям работать заниматься серьезными делами перестаньте клянчить деньги у штатов и евросоюза и все будет нормально и никаких вмешательств так ну что посмотрим на фан-группу ситуация политическая выборы но не отвлекайся на выборы людей не дергать есть возможность пусть подойдут досрочно или как там проголосуют но слушай мы же крестьяне потерять такой урожай ради какой-то политики это будет идиотизм полный люди работают им что выборы что не выборы это у нас там в минске некоторые пилков посасывают сидят на скамейке потом возбудились побегали опять сели выпили это конечно не для крестьян но такая наша судьба ефремова посмотрите вот пришел человек поболеть за своего кумира стоит под окнами дома михаила и поет серенады михаил мы с тобой не сдавайся михаил мы победим этот парк сукинскую тварь михаил не сдавайся еще там 0 3 засосай группа поддержки вообще конечно жуткое дело превратившиеся в какой-то балаган вот честное слово там от группы поддержки и до адвокатов вот все какое-то нереальное но будем следить за этим процессом но ролик на мой взгляд смешной ролик опять я взял у канала немало хоком не еще брать нормальные ребята пишут хорошо смешно так идем вот эта новость меня поразило я ее читал и ужасался в подмосковном жека западная кунцево от хозяйки сбежал огромный удав анатолий анатолий удав анатолий вот интересно в честь кого она назвала удава наверняка в честь бывшего удав же он мощный толстый длинный то есть наверняка анатолием звали бывшего этой дамы удава обнаружили жильцы третьего этажа змея неизвестным образом попала к ним в квартиру преодолев порядка 15 метров от своего дома на втором этаже предполагается что удав передвигался по вентиляции но это уже фильм ужасов начинается стоишь там яичный сужарю перед тобой хвост далее комнату с обнаружены рептилии жильцы заблокировали и вызвали экстренные службы однако удав успел скрыться и теперь его не могут найти значит хозяйка говорит ужас кошмар мы не понимаем как жить дальше квартира перевернута в нем действительно можно женщину бать и мы не можем его найти говорят они очень умело прячутся ну и не заночуешь в этой квартире пока его не найдут вообще честно говоря вот содержание таких животных в домашних условиях на мой взгляд вещь страшная но стоит вспомнить хотя бы семью берберовых помните такая жила в баку и лев у них был кинг который задрал там пол семи жуткая была история надо как-то это регулировать в законодательстве так ну что у нас еще вот давайте я вам стихи почитаю кстати меня просили прочесть стихи который читал их у и бен пала стихи про танк вот как раз польский аналитик назвал слабое место стран балтии в случае войны с россией ну там одно сплошное слабое место но начал умничать в этом легионе есть страны с грамотно выстроенной безопасности и так далее как шимановский шиманский стихотворение про танк появилась каким образом лет десять назад в эстонии проводились учения серьезно говорю без шуток и стороны блока нато сказали эстония сможет принять еще участие в учениях если у нее будет хотя бы один танк танка в эстонии не было обратились к латвийским соседям а там оказался танк который нашли на болотах восстановили насколько я знаю и отдали его эстонцам а как отдали под гарантию и степанка и что вы думаете танк этот успешно повредили засадив его в окоп эта история она имеет место на самом деле вы можете проверить посмотреть об этом событии в гугле появилось стихотворение там которые я вам не прочту но не как и хуйбин палу а как михаил шахназаров и так стихотворение танк гарантом выступал эстонский банк да вся чухня гарантом выступала стране был нужен для учений танк и танк эстонцам латвия пригнала две гусеницы крепкая броня на башне разноцветные знамения а то что ветки это все хуйня ведь не война идет идут учения помчался танк заснеженную даль округу оглашая мощным гулом и русских было нам совсем не жаль когда мы им грозили мощным дулом литовцы одолжили нам снаряд афины две винтовки обещали пускай блять эти русские дрожат достанем и мортиры и пищали увидев наши острые мечи щиты с крестами шлема и кольчуги и не успею соскочить с печи с востока кровожадные зверюги если бой смертельный загремит то станем силой очень-очень грозной достав брикет со словом динамит что закопали в куче мы навозный эстонец он и пахарь он и жнец порой в душе его играет лира но если он почувствовал пиздец то нахуй разнесет в кулачки пол мира прям такой подъем эмоциональный спасибо за внимание друзья подписывайтесь на канал шах и мат ставьте лайки оставляйте комментарии колокольчик ставьте на оповещение подписывайтесь на канал изолента и на бесподобного кота костяна для вас работал михаил шах назаров спасибо